Ника-ни-кид, стоп! Всем привет, дорогие друзья! Закрывайте ленту Инстаграм на 5 минут, ведь сейчас, благодаря нашей программе, ты узнаешь, что случилось в мире за последние пару дней. В эфире Ничего себе Ньюс! Отборные новости прямо сейчас! Сегодня я расскажу тебе, как можно закончить школу всего за полтора года, какой скандал произошел в общественном транспорте, и познакомлю с уникальным таксистом из Минска. Листаем новостную ленту, обзор интернет-новостей. А начнем с новости, которая заставит вас улыбнуться. Не оставляйте без присмотра свои велосипеды, иначе можете в подобную норильской историю вляпаться. Рассказываю. В один из жилых домов Норильска пришли маляры, чтобы краской освежить стены дома. В подъезде к перилам-тросикам был припаркован велосипед. Коммунальщики не придумали ничего иного, как покрасить его тоже. Ну что, был просто велосипед, а теперь арт-объект. В России, в Казани, прошла самая странная игра, которую я когда-нибудь видел. Футбольный матч невест. Только представьте, белоснежные юбки, кроссовки и... грязь. За мяч девушки сражались, не жалея своих нарядов. Многие из принцесс демонстрировали отличную футбольную технику, а некоторые даже мастерски стелились в подкатах, отрабатывая в защите. Бесконечно можно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода, и как девушки играют в футбол. А в Китае открыли самый длинный стеклянный мост в мире. 200-метровая конструкция завершается круглой смотровой площадкой, сквозь которую виден водопад. На мост пускают только в бахилах, чтобы стекло грязной обувью не запачкать. Правда, далеко не все туристы могут оценить красоту пейзажей. Некоторых охватывает паника еще на середине пути. Школьные годы, как известно, чудесные. Правда, бельгийский восьмилетний мальчик Лоран Симмонс этого уже никогда не узнает. Дело в том, что школу в Индеркинд закончил всего за полтора года. Лоран получил аттестат вместе с 18-летними выпускниками. Кстати, по словам родителей, показатель IQ равен 145. Типичная ситуация в общественном транспорте при плюс 30. Лето, солнце, жара. Но одной женщине в автобусе дует из форточки. Совершенно другого мнения второй пассажир. Несчастную форточку то открывают, то закрывают, то открывают, то снова закрывают. Таким трением и огонь можно получить. Знаете, сколько длится видео? Четыре минуты! И все это время пассажиры молча, не ругаясь, совершают одно и то же действие. Железно-нервная система у обоих. Даже автору видео надоело снимать, и ролик просто обрывается. А главные герои, по идее сейчас, пытаются определиться, холодно в автобусе или нет. В Беларуси уже месяц ищут мужчину, который случайно забыл в банке 2000 рублей. Ничего себе! Мужчина поменял деньги в обменнике, но каким-то непонятным образом просто не забрал с собой крупную сумму денег. Наша программа не может остаться в стороне. Если вы узнали человека на фото, дайте ему знать. Его разыскивают с целью вернуть деньги. И это точно. А вы знали, что в Минске есть таксист, который угощает посетителей сладостями и возит бесплатно? Да ладно! Да ладно! Молодого человека зовут Сергей, и буквально за пару дней на его инстаграм подписались 11 тысяч человек. А вот они, любители халявы! Сам водитель заявляет, что никакой коммерческой выгоды он не ищет, а просто старается предоставлять качественный сервис и хорошо выполнять свою работу. Друзья, если кто-нибудь будет ехать на этом такси, запишите для нас мобильный репортаж и пришлите к нам в группу ВКонтакте. Мы всему миру покажем. Друзья, слышите этот звук? Да, это я подключаюсь к интернету, чтобы опять отыскать для вас новую порцию интересных новостей. Встретимся завтра на телеканале Беларусь-2. Вы смотрели ничего себе ньюс. За подготовку к нашей программе мы благодарим сеть магазинов Систерс. А на сегодня все. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова